Вуаля! Новое поколение учителей! Приехали! Уважаемый, не знаю, как вас назвать учителем, язык не поворачивается. А вы вообще слышали, есть такое понятие слово дисциплина. А вы не знаете, почему оно чаще всего в учебных заведениях звучит? Не знаете? Именно по этой причине. Внешний вид – это одна из форм дисциплины. Вот по своему опыту могу сказать, что первые моменты, когда форма, строгая дисциплина по форме и внешнему виду стала отходить в мое время обучения на второй план, то у девочек, которым стало все сразу можно, учеба ушла на последний план. Первое, что их интересовало – у кого какие туфли, у кого чего сейчас модно, чего можно и чего не можно. Они обменивались кофточками в туалете. Для них вообще учеба стала неважной. А глядя на них, другие дети начали конфликтовать с своими родителями. Почему этим можно, а мне не можно? Но главное, если учитель позволяет нарушать дисциплину во внешнем виде, в итоге он получит и отношения неравные. От этих детей, скорее всего, можно будет ожидать, что если можно нарушать дисциплину во внешнем виде, то и в отношении к детям, учителям, и в вашу пользу тоже, любое поведение, любое отношение и к учебе, и ко всему – это будет сказываться на всем. Для этого и существует дисциплина. А с учетом того, что вы это слово, если даже знаете его значение, но не воспринимаете, чему вы с самого детства будете учить? Вы же будете требовать к себе уважительного отношения. А какое к вам отношение? Если можно любой внешний вид, значит, можно любое поведение и любое отношение. Когда совершаются конфликты дисциплинированных детей с родителями дома, то эти родители приходят к вам скандалить. Почему есть в классе равнее всех равных? Этим можно, а этим не можно. Учитель обращается к этому родителю. Почему вашему ребенку все можно? А я так решила. И учитель не будет решать эту проблему. Он ориентируется и скажет, ну ладно, ну вот они такие. Я, кстати, сталкивалась с такими учителями, которые говорят, ну ладно, они такие. Но этой девочке же трудно объяснить. Вашей же можно объяснить, что надо ходить в форме. А ей вот трудно объяснить. Почему? И вот у таких учителей становятся равнее всех равных. Вот это вот, ну вот она такая, поэтому вот ты, ну ты же умная. Поэтому тебе надо соблюдать дисциплину. Вот такие учителя. Вот оно, новое поколение учителей, пожалуйста. Нет уж, если есть дисциплина, то дисциплина для всех. И во внешности, и в обучении, и в отношении, и в восприятии, и в отношениях среди учителей, воспитателей, родителей и детей. Должно быть равное. Для этого и существует дисциплина. Спасибо.